МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анна Николаевна Рындина, начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области. Анна Николаевна, добрый день. Лариса Анатольевна Масалыгина, уполномоченная по правам ребенка в Тверской области. Лариса Анатольевна, приветствую вас. И Александр Анатольевич Кулаев, представитель родительской общественности. Саша, добрый день. Начало лета у многих из нас, прежде всего, с Международным днем защиты детей. И сегодня в этой студии мы поговорим, от чего же нужно защищать наших детей и подростков. Поговорим о правах ребенка на жизнь, отдых, образованию, защиту от насилия. Давайте, наверное, начнем с цифр, с которых мы по традиции уже начинаем. Такие программы в КАНОН и Международного дня защиты детей. Это проблема алиментов. Насколько сейчас актуальны алиментные задолженности? Сколько у нас алименщиков, злостных алименщиков в регионе? И небольшой портрет, кто же такой этот алименщик? Ну, конечно же, хочу сказать, что мы говорим на эту тему не только в преддверии 1 июня. Потому что вообще исполнительные производства и судебные решения о взыскании алиментов являются самыми приоритетными задачами Федеральной службы судебных приставов. Потому что действительно это основная социальная проблема, которая есть на сегодняшний день в нашем обществе. И как-то не печально, и в этой студии мы уже говорили о том, что пока что мы не можем говорить, что реально у нас получилось эту проблему искоренить. Хотя это профилактическая работа. Нет, она, конечно же, проводится. И несмотря на то, что общее количество, оно ежегодно у нас почти не меняется. Это тех судебных решений, которые находятся на исполнении порядка 10,5 тысяч исполнительных производств. Но с каждым годом мы видим, что тех должников, которые приступают к уплате алиментов в этом общем количестве, становится все больше. Это, естественно, основная цель, чтобы каждый ребенок, в отношении которого имеется такое судебное решение, получал денежные средства на свое содержание. Поэтому к этому мы и стремимся. Когда должник у нас трудоустраивается, когда возникает основной доход, из которого возможно удерживать алименты, это, в принципе, задача решена. Но это, наверное, треть у нас сейчас тех должников, которые в полном объеме оплачивают эти алименты. Да, у некоторых возникает какая-то периодическая задолженность, но с течением времени из дохода она удерживается. Еще треть должников из того количества, которое я назвала, это как раз-таки мы можем говорить о злостности. О злостности неисполнения. Причины здесь разные. Кто-то не исполняет эти судебные решения в связи с какими-то жизненными трудностями. Это отсутствие работы, особенно в каких-то отдаленных районах нашей области, где трудоустроиться просто невозможно. Кто-то работает вахтовым методом или выполняет сезонные работы, которые, конечно же, в тот период, когда этой работы нет, у человека возникает эта задолженность. Ну и, конечно же, третья категория, самая серьезная, там, где алименты не уплачиваются принципиально. Принципиально. То есть все есть, работа есть, доход есть. Вот эти должники, конечно же, у нас в постоянном, скажем так, контроле, где мы уже работаем с имуществом, где предпринимается кто-то у нас в розыске находится, есть и такие. Это не только социальные личности у нас находятся в розыске. Это совершенно разные могут быть случаи. Это там, где приходится выявлять и укрывание дохода какого-то или сокрытие имущества. То есть вот эта категория, да, она есть. Но если говорить о портрете, вот вы заговорили, да, действительно, мы рисуем этот такой портрет визуальный, то вот, наверное, категория вот этих вот злостных должников, это мужчина в возрасте где-то от 30 до 42 лет, который не имеет постоянного заработка, как я уже сказала, да, не имеет зарегистрированного за собой имущества, ну, по разным причинам, как я уже тоже говорила. Вот, и в большинстве своем это тот, кто принципиально не хочет платить эти алименты. Ну, вот хочу сказать еще и о том, что, увы, есть и портрет у нас женщины-должницы, да, которые не уплачивают алиментов. В общем, вот в проценте, да, общего количества исполнительных производств у нас 18% это должницы женщины. И вот здесь портрет, он, конечно же, немного печальнее, потому что в основном это женщины, которые действительно ведут асоциальный образ жизни. Это те, кто лишен родительских прав. Дети в этом случае находятся на попечении государства. Вот, и это самая трудная категория, потому что трудоустроить их очень тяжело. Зачастую они даже не имеют какого-то образования, потому что, в принципе, в своей жизни там нигде не обучались, никакой профессии не получали. Вот, поэтому это очень сложная категория. Естественно, у них очень большие задолженности, которые сложились взаимное количество лет. Но с ними мы тоже работаем. Здесь мы применяем уже административную ответственность, уголовную ответственность. Ой, беда. Анна Николаевна, вам приходится, наверное, сталкиваться с такого рода родителями, да, среди которых, в том числе, взрослые алименщики и такие мамы, которых мамы назвать нельзя. Мы работаем с родителями, которые не исполняют родительские обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Выявляем их, проводим различные проверки. Вот, конечно, это трудная категория родителей, потому что не все заинтересованы в улучшении, скажем так, ситуации. Есть родители, у которых явно выраженное безразличное отношение к своим детям. Это самое трудное. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что вся наша работа, она направлена на то, что ситуация стабилизируется, и наши дети будут жить в нормальных условиях, с нормальными родителями. Это самая главная задача и самая главная цель. Вы, бывает, часто по адресам ходите, это составная часть вашей работы. Но сразу видно, да, вот в каких условиях живут, как только вы заходите за порог дома или квартиры, в каких условиях живут дети, и что что-то в семье не так? Конечно. Когда заходишь в квартиру, сразу видно, насколько родители обеспокоены вообще бытом, условиями содержания своих детей, опять же, продуктами питания, которые есть. Зачастую это пустой холодильник. Да, иногда это пустой холодильник. Иногда это отсутствие вообще первостепенных продуктов питания, которые необходимы для малышей. Я не говорю же о более, скажем, более таком вот возрасте старшем. Когда нету даже молочных продуктов, каких-то продуктов таких необходимых, элементарных для того, чтобы кормить малыша, это вызывает большую тревогу. Тогда мы прибегаем уже к средствам, к органам социальной защиты, которые даже занимаются устройством детей. Потому что иногда оставлять таких детей в семье, это опасно. Да, это просто очень опасно. Лариса Анатольевна, у вас в связи с такой категорией тоже вообще жалобы какие-то поступают, связанные с отсутствием тех же самых элементов? Да, конечно. При этом поступают жалобы в основном от женщин и иногда от самих детей. И даже дети? Да. В основном это, конечно, уже подростки, которые понимают, видимо, мама рассказывает, что происходит. И дети действительно обращаются к нам с таким вопросом. Бывают же еще жалобы от опекунов, поскольку элементы, допустим, взысканут, как, надеюсь, Геннадий говорит. То есть родители не укрываются или принципиально тоже есть такие, которые не платят, раз лишены родительских прав, они считают себя не обязанными выплачивать элементы. И, соответственно, тоже такие вопросы возникают, потому что опекуны, как правило, заботятся о том капитале детском, который ребенок имеет право получить по окончании школы, например, или колледжа, когда он будет уже совершеннолетним. На счет у них должны приходить эти деньги, а они не приходят. И порой мы разыскиваем вместе с судебными приставами родителей и каким-то образом пытаемся что-либо еще найти, их возможности, и имущественные, и какие-то финансовые. Но есть, к сожалению, вопросы, которые действительно не решаются. Дети, которые находятся в учреждении, тоже у нас попадают в такую категорию риска, когда по выходу, имея двоих биологических родителей, например, лишенных родительских прав, ни один из них не выплачивает элементы никогда. И ребенок у нас выходит в жизнь с нулевым капиталом. Глук Аксакул, уважаемые друзья, давайте прервемся на небольшую рекламу, а потом вновь вернемся в эту студию. Не переключайтесь. — Надежда Геннадьевна, сколько у нас сейчас в сумме составляет долг по алиментам в регионе? — Эта сумма, конечно, очень большая, почти 2 миллиарда рублей. Но я хочу сделать некоторую оговорку и сказать, из чего она все-таки складывается. У нас в действующем законодательстве указано, что в случае, если должник не имеет никакого дохода, то задолженность по алиментам будет рассчитываться, исходя из среднестатической заработной платы по Российской Федерации. Вот на сегодняшний день она составляет более 47 тысяч рублей. Вот именно из этой заработной платы, скажем так, рассчитывается задолженность. — То есть если человек не работает, но ему все равно задолженность идет? — Да, конечно. Исходя из этого, конечно же, задолженности, особенно о той категории, о которой мы с вами говорили 5 минут назад, у них задолженности растут просто 7-мильными шагами. Понятное дело, что с них мы никогда не взыщем эту задолженность. Это в основном старые судебные решения, потому что на сегодняшний день чаще всего, если дохода нет, то решение выносится все-таки исходя из прожиточного минимума, из размера прожиточного минимума. Поэтому задолженность, она немножко не совсем говорит о той картине, которая есть на самом деле. Поэтому, наверное, больше половины этой задолженности сложилась именно по этим причинам. Поэтому она у нас и очень медленно двигается вниз. — А сумма взыскания? Сколько удалось взыскать? — На сегодняшний день это порядка 80 миллионов. Это чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года. И с каждым годом мы взыскиваем больше, потому что, как я уже сказала, у нас увеличивается количество должников, приступающих к уплате алиментов, даже частично. Поэтому сумма уплаченная, она растет. Но если, конечно же, в сравнительном характеристике взять с тем, что я сказала, об общем долге, то, конечно, это еще не те деньги, о которых хотелось бы говорить. — Но сейчас выгоднее платить, потому что куча ограничений. — Все правильно. Те, кто понимает, да, это, и мы видим это с учетом тех мер, которые мы предпринимаем, это и то ограничение в спецправе, да, о котором мы говорили и в этой студии, и то, что оно действительно работает, это и ограничение выйдет за пределы Российской Федерации. Ну, в настоящий момент оно может быть не актуально, но мы, как говорится, вернемся, да, к нормальной жизни, и все эти меры снова заработают. — Какие документы нужно и куда подавать женщине, женщине говорим, имея в виду, добропорядочную, да, мать, которая выполняет свои материнские обязанности, если она хочет, чтобы взыскивались алименты? — Ну, изначально ей необходимо обратиться в суд для получения соответствующего, да, вынесения соответствующего судебного решения и потом получения исполнительного листа, да, для предъявления к нам. Если все-таки, да, какой-то консенсус между, там, супругами, да, имеется, даже, может быть, и не обязательно бывшими супругами, да, потому что алименты можно взыскивать и состояв в браке, это может быть и нотариальное соглашение. В платье алиментов, и если должник прекращает платить добровольно, согласно этого соглашения, то оно может быть предъявлено и к нам в службу уже для принудительного исполнения. То есть, в принципе, есть вот два способа для того, чтобы взыскивать алименты. — По данным полиции в минувшем году, да, Анна Николаевна, поправьте, если ошибаюсь, не зафиксировано в случае жестокого обращения по сотрудникам полиции, не зафиксировано в случае жестокого обращения родителей с детьми, но Вы говорили, что существуют факты вот того самого пренебрежения к своим детям, да, вот несколько слов об этом. И, исходя из этого, уже у нас возникает новая тема, это когда дети покидают свои дома, свои квартиры, свои семьи или уходят из государственных учреждений. — Да, действительно, в текущем году не зарегистрировано ни одного случая жестокого обращения со стороны родителей в отношении своих детей. Но факты пренебрежительного отношения есть. В текущем году зарегистрировано сообщение, как раз вот факт самобольного ухода несовершеннолетнего. Мама заявила, при этом, когда мы устанавливали события, оказалось, что мама в вечернее время с сожителем употребляла спиртные напитки, произошел конфликт, конфликт, конечно, это был шумное, шумное такое, достаточное мероприятие. Ребенок неоднократно делал замечания, видя, что мама никак не реагирует, он не нашел ничего лучше, как просто уйти из дома. Из дома ушел в ночь, целую ночь болтался по улицам, бродяжничал, и утром его обнаружили сотрудники полиции. По данному факту мама привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Ну и говоря о том, что это послужило причиной самовольного ухода, я могу сказать, что вообще проблема самовольных уходов, она очень актуальна. И актуальна она не только в этом году, на протяжении всех последних лет, но потому что фиксируется ежегодно порядка 400 случаев. Меня вы знаете, что какой факт просто возмутил, можно другие слова подобрать. В 2016 году вы говорили, из одного госучреждения, это, наверное, школа-интернат, ушли, дети уходили из этой школы-интерната 142 раза. Это государственное учреждение, да, это не школа-интерната 142 раза за год. Да, 142. Некоторые дети уходили неоднократно. Ну и вот по этому факту, Лариса Анатольевна знает, мы били тревогу, стучали во все двери, стены и так далее, но ситуация разрешилась. Но разрешилась как? Пришлось поменять руководителя. Пришлось поменять руководителя. То есть вот замена руководителя, она привела к тому, что по-другому было организовано и свободное время в общежитии данного образовательного учреждения, и требовательность самих сотрудников и внимание самих сотрудников к воспитанникам данного государственного учреждения, дисциплина. То есть совершенно иной подход к детям, к работе с детьми повлиял на то, что ни в прошлом, ни в текущем году ни одного факта самовольного ухода из данного государственного учреждения не зарегистрировано. То есть, Лариса Анатольевна, существуют звонки именно от таких учреждений, из тех, где дети вынуждены воспитываться вне семьи? Или какие-то жалобы? На что больше приходится обращать внимание в этой ситуации? Приступают обращения от руководителей учреждений действительно в тех случаях, когда ребенок демонстрирует явное негативное поведение и не склонен вообще ни к каким компромиссам, ни на какие уговоры не поддается. Вот мы знаем ситуацию с одним из наших колледжей, когда у нас девушка, оставшаяся без попечения родителей, в течение двух лет не посещала практически ни единого занятия. Вообще ни одного октября не было. Заставить мы ее не можем. И отчислить мы ее тоже не можем, потому что у нас сирота, и мы не знаем тогда, куда мы ее должны поместить. То есть, ей уже 18 лет, почти 18. И действительно, это проблема, когда человек считает себя уже взрослым, но юридически пока не обладает этим статусом, когда он демонстрирует это деструктивное поведение, когда он вовлекает в него других еще детей, когда меры мы не можем применить, потому что действительно ограничены полномочия в этом отношении. И руководитель учреждения обращается с вопросом, что же нам делать, как нам выстроить работу так, чтобы хотя бы других не вовлечь в это деструктивное поведение. Это проблема, которая действительно нуждается в обсуждении, решении. Тогда мы нашли выход, мы действительно эту проблему решили. Ребенок обучается в другом учреждении, и, в общем-то, сейчас все выровнялось. Была проблема в стенах самой школы, у колледжа? Нет, это проблема в ребенке и в том несоответствии ее видения себя в этой системе координат, в которой она оказалась. Поэтому в каждом индивидуальном случае, конечно, нужно искать индивидуальный подход. Не каждый руководитель учреждения готов этот подход искать, потому что у него, помимо этого ребенка проблемного, есть еще куча других задач, которые он тоже должен выполнять. Потому что мы говорим в основном об профессиональных колледжах, потому что это одно дело учреждения для детей-сирот, где, в принципе, все педагоги и воспитатели замотивированы конкретно на воспитательную работу. Совсем другой подход в профессиональных колледжах, которые сейчас у нас переданы в ведомства разные. У нас раньше были все они в виде Министерства образования. Было некое четкое понимание воспитательной работы, которую проводилось. Сейчас это у нас в виде разных министерств. И до воспитательной работы, как до первостепенной работы важности, нередко руки доходят не у всех и не сразу. Я сразу вспоминаю наши времена, когда воспитательная работа была составляющей части. Они так же необходимы, как и учеба, как получение пятерки. Они переданы под ведомство производственных предприятий, которым они готовят. Ну да, да, тут главное выучиться. Это хорошо, это правильно. Не, но воспитательная работа, она тоже необходима. А вот воспитательную работу надо, конечно, подтягивать. Подтягивать в этом отношении. Это, как мы говорим о необходимости той же самой патриотической работы. Хотя бы в том, что когда говорим, особенно в преддверии 9 мая, чтобы человек помнил свою историю. И чтобы знал имена своих предков, которые отвоевали свободу нашей Родины. Мы сейчас говорили, вот, Саш, относительно судьбы некоторых детей-сирот, но существуют проблемы и у детей, у которых есть родители и семьи в школе. Чем занимается общественность родительская? Да, конечно. Вот я хочу обратить внимание на то, что со времен Антона Макаренко прошло уже 100 лет, но дети беспризорные у нас никуда не делись. И я бы хотел обратить внимание на беспризорных у нас детей не те, которые вот только вот явно выражены беспризорными, а беспризорными. Вот мое родительское мнение, это те дети, которые не имеют своего интересного занятия. Потому что если ребенку найти это занятие, да, интересное, творческое, спортивное, где бы он выкладывался, у него не будет никаких желаний ехать на электричках, да, залезать в какие-то будки, заниматься курением, да, и прочими безобразиями. Если ребенок, родитель, школа смогли, так сказать, найти вот это вот интересное занятие, тогда здесь можно быть спокойным абсолютно. Саша, вот тут вот родитель, запятая школа, то есть это не только школа, но это и родительская задача. Это совместная работа. Вот как мы выслушали, есть родители разные, да, и семьи у нас совершенно тоже разные, со своей историей, со своим образованием родительским, да, но есть школа как профессиональный институт, да, который занимается профессионально. И закон образования 2013 года возвращает воспитательную функцию нашей школы. И вот как раз вот мы услышали, что руководитель образовательного учреждения оказался не на высоте. И вот я как родитель вижу, что у нас не во всех школах руководители школ, управление образованием здесь не дорабатывает, организовывают работу детей, совместную работу с родителями, понимаете. Так вот у нас в 40-й школе уже перестал действовать хор, вокально-инструментальная ассембль. Школа не всегда у нас качественно подготавливается к новому учебному году, хотя выделяются на это средства из губернатора, из властного фонда, понимаете. Комиссии принимают, и вот мы опять видим, что у нас ворота падают на детей, да, упала ворота. В прокуратуру одно заявление вроде заварили, потом смотрю, опять петли треснули, опять в феврале, опять дают заявление, ни от кого ответы нет. Это про какой, про какой случай? Это сороковая школа, но это которая близко, где? Я рядом шуру с ней, рядом шуру, найдите, там учатся. Ну понятно, то есть у нас кругом бывают всевозможные ЧП. Вы относительно занятости, что можно сказать, Лариса Анатольевна, относительно занятости спортивных кружков, творческих, здесь как, насколько это все доступно сейчас у нас в городе? Я хочу сказать, что это доступно. Мне говорят, что нельзя заниматься, мой сын кандидат, средний сын, кандидат в мастера спорта. Почему нельзя заниматься? Подождите, подождите, что это недоступно, это бесплатно совершенно, понимаете. У нас создана база, да, там есть проблемы, там реконструкция ведется, да, есть, но если родитель, родитель действительно будет заинтересован, и я призываю всех родителей, не ждите, так сказать, что кто-то за вас все это сделает. Идите, подключайте школу, понимаете, вот я сколько вот по троим сыновьям, сколько бегал и по школам, и все искал, и обращался, понимаете. К сожалению, не везде профессионально у нас вот эта работа организована. Не всегда родитель находит поддержку в школе, понимаете, по тем замечаниям, которые в школе директор просто не хочет слушать. Он говорит, что у вас несколько лет не работал электронный дневник, а у нас все работает, понимаете, заставляет врать участие. Сейчас работают? Сейчас работают, конечно, конечно, да, да, но какой этап пришлось пройти, сколько писанина и в прокуратуру, и в правительство, понимаете. Родительский общественный контроль, это тот ресурс, который надо использовать, потому что у родителя свободы намного больше, чем у чиновников, которые могут открыто говорить о проблемах. Я поняла, вообще, уважаемые друзья, родительский общественный контроль, он у нас существует в каждой школе, или это вот только у вас такое есть? Нет, я ходил в правительство, понимаете, обращался, и уже вроде как бы директор согласился меня выслушать. Вместо этого меня просто на общескольном собрании натравило родителей, мы не хотим вас слушать, вы всякую несете. Ребята, у меня конкретные факты, вот дерево не опилено, вот дорожка разбитая, как вы принимаете... Но ведь это возможно, возможно, силами того же субботника, Саша, да, собраться тем же родителям, спилить дерево, починить ворота, в чем дело-то? Стоп, 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 вот если родитель придет и спилит, родители привлекут к ответственности, понимаете, это только через директора. А директор, извините, меня заставляет учителя... Но тут давайте мы будем находить его, друзья, общий язык. Да, совершенно верно, управление образованием, я так от нового начальника управления образованием так и не услышал оценки даже того, что происходит у нас, понимаете? Потому что организовать хор, это было сделано. Вокально-инструментальный ансамбль занятия, три за 10 лет, три коллектива было выпущено, понимаете? Ну что же это такое-то, понимаете? Вместо того, чтобы 1 сентября исполнить хор, гимн нашей школы, исполняется гимн чужой школы. Но традиции, понимаете, попираются. Ну давайте, вот может быть, нас услышат, и вы же, я понимаю, вы работаете над этой темой, чтобы это все было? Я еще буду встречаться с начальником управления образованием, пойду еще в правительство поднимать вопросы, чтобы за нынешний учебный год школа все-таки была подготовлена, как полагается, не было разбитых дорожек, неопиленных ворота, которые, извините, меня у нас, так сказать... Я поняла, я поняла, Саш, уже... Этот факт мы уже озвучили. Вопрос в том, мне бы хотелось продолжить тему относительно предстоящего летнего отдыха. Впервые, да, мы собираемся в такой ситуации, что, ну, пандемия, она сыграла свою роль и с детским образованием, да, и с предстоящим отдыхом. Какие-то перспективы уже есть, что-то, и как будут отдыхать дети, и кто за ними будет смотреться? Ну, в июне точно уже на территории региона не будет действовать детские оздоровительные лагеря, они планируются, насколько мне известно, с 1 июля. Ну, есть общая рекомендация по России с 1 июля. С 1 июля, да? Июнь, это как будут, под чьим контролем будут дети? Ну, сейчас разрабатываются мероприятия на уровне муниципальных образований. Комиссия по делам несовершеннолетних, координирующая роль, ей всегда отводилась. Все органы учреждений системы профилактики сейчас работают над этим вопросом. Возможно, в разных муниципальных образованиях мероприятия будут отличаться друг от друга. Но, сами понимаете, что наличие свободного времени – это одна из причин, когда подростки совершают какие-то безразродные поступки и правонарушения, и сами могут стать объектами преступных посягательств. Конечно, в этом никто не заинтересован. И сейчас принимается максимум различных мер для того, чтобы наши дети в летний период времени находились под контролем. Пока я точно не могу сказать, какие это будут меры, но все... Детские сады у нас будут работать что-то как-то... Это будет связано со снятием ограничений. Со снятием ограничений. То есть это все покажет время, да? Какая у нас будет статистика, да? Да. Кстати, по тому, что мы уже пережили по пандемии, как-то изменилось число обращений. А в чем просят помочь родители, дети? Вот, Лариса Анатольевна, в вашем институте по намечению? У нас много обращений по новым мерам поддержки, по оформлениям, по каким-то нюансам семейных отношений. Несколько вот обращений пришло сейчас буквально тоже, я думаю, что это связано с таким режимом вынужденным самоизоляцией, когда родители не могут договориться, с кем должен жить ребенок, а судебного решения нет. Поэтому тут у нас было несколько таких резонансных случаев, когда один из родителей другого забирал ребенка. И сейчас у нас на рассмотрении находятся несколько таких обращений. Но, опять же, суды не работали, решения не принимались. Сейчас суды у нас уже приступили к работе в полной мере. Я надеюсь, что эти ситуации будут отработаны, хотя мы с Надеждой Геннадьевной знаем, что даже с надеждой судебного решения не всегда влечет за собой его непосредственно. Да, возьмут те же самые алименты, да, выплаты. Нет, здесь еще вопрос, вот Лариса Анатольевна затронула, эта тема тоже очень важна. И вот сейчас она, может быть, даже и острее встанет, ведь у нас судебное решение есть и по порядку общения с детьми, да. И действительно, наличие этого судебного решения, то, что этот порядок расписан, с кем, когда должен быть ребенок, это не решение проблемы совершенно. И здесь мы сегодня тоже, вот, была сказана такая фраза, да, безразличие, что есть родители, которые безразлично относятся к ребенку. Вот иногда мы наблюдаем, когда есть это судебное решение, и каждый из родителей как будто бы показывает, что очень заинтересован в том, чтобы ребенок был с ним. На самом деле, это только такая ширма, родители прикрываются этим, решают совершенно свои вот эти вот, ну, какие-то разные обиды. Да, но прикрываясь ребенком. Вот это, ну, на мой взгляд, это очень серьезная проблема и проблема у общества, потому что уже семьи нет, полной семьи нет. И ребенок в разном возрасте, да, когда, может быть, это еще бессознательно, да, ведь у нас есть разные решения, когда дети, там, и годовалого, и двухгодовалого возраста, может быть, у него это происходит бессознанно. Когда у ребенка, ребенок пяти-шести лет, когда он, в принципе, осознает, да, и свое отношение к маме, и свое отношение к папе, там, не говоря уже о бабушах-дедушках, да, которые тоже вступают в этот конфликт. И вот здесь, вот на этой стадии ломается определенным образом и психика ребенка, когда он видит рядом с мамой, да, или с папой людей в форме, которые постоянно приходят, да, ребенок тоже формирует какое-то свое неправильное мнение и об обществе, и, может быть, и о родителях. Вот об этом мы тоже очень редко вспоминаем, потому что, действительно, вот получение самого судебного решения, это даже не решение проблемы, а еще большее усугубление этого конфликта. Да, и вот здесь только, скажем так, метод, да, вот, ну, есть такое понимание, да, как медиация, это... Примирение. То есть и судебные приставы у нас иногда действительно являются тем примирителем, когда мы сажаем одного родителя, другого иногда вместе, иногда по отдельности начинаем объяснять, что наличие, да, и присутствие там дяди, тети в форме не будет положительным для ребенка и для будущего вашего ребенка. А это же, наверное, стресс для ребенка, да, когда он видит этот человек в форме, да? Конечно, когда у нас родители начинают дергать за руки ребенка, да, там, ну, я уже не говорю о тех конфликтах, в ситуациях, да, которые возникают вот иногда на исполнительных действиях. Поэтому это тоже очень серьезная проблема, и именно проблема нашего общества, потому что общество не задумывается, вот, ну, и нас с вами, потому что мы тоже родители. Вот, и когда мы бежим в суд, да, думая, что вот мы сейчас напишем на бумажке, что сегодня там воскресенье он со мной, а в понедельник он с мамой, что на этом вот мы поставили точку, все хорошо. На самом деле нет. Но вообще вот так вот, какие-то пути действительно решать надо находить. Часто удается вот так вот вообще-то, можно ли каким-то образом договориться в такой ситуации, вот как практика показывает? Вы знаете, всегда мы рады, да, во-первых, когда мы хотя бы, хотя бы остановились на том, что судебный пристав не будет участвовать. То есть мы проводим несколько исполнительных действий, мы видим, что порядок исполняется, что ребенок передается, и конфликта не возникает. Вот это уже большой плюс. Второй плюс, когда, да, судебное решение отзывается, и мы понимаем, что оно не приходит к нам ни через месяц, ни через два. Потому что вы же должны исполнять его. Да, что значит, там конфликт каким-то образом, вот он сгладился, да, и все происходит совершенно спокойно. Самое лучшее, конечно, когда люди вообще объединяются, да, и все живут вместе, все хорошо. Как в сказке. Да, но это бывает очень редко. Хотя этих судебных решений у нас не так много, но каждая проблемная. В условиях пандемии, Надежда Геннадьевна, как вы выкручивались, как работали? Ну, конечно же, некоторые ограничения у нас были. Во-первых, естественно, мы полностью прекратили прием граждан. Это только электронные обращения, ну и писемные, которые можно было направить по почте. Для приема корреспонденции у нас во всех структурных подразделениях были организованы, и сейчас это есть, да, это ящики переносные для приема корреспонденции. Ну вот, сказать, что каким-то образом увеличилось, да, или уменьшилось количество обращений. Да, некоторым образом какое-то увеличение мы наблюдаем. С чем это связано? Связано как раз-таки с личным общением, потому что личного общения нет. Некоторые вопросы можно было бы, да, обсудить, но человек вынужден это все изложить на бумаге, либо отправить это в электронном обращении. Ну, кроме того, конечно же, мы предприняли ряд мер для того, чтобы какие-то острые вопросы можно было разрешить в течение суток. То есть остаются у нас еще проблематикой, да, когда мы обращаем взыскания на социальные выплаты, потому что банки еще не все маркируют, да, те поступления, которые приходят на счета. И поэтому иной раз наши постановления могут быть обращены на соцвыплаты. Поэтому вот эти вопросы старались решать в течение суток. Вот, но анализ, мы сейчас анализировали, таких обращений было немного. Анна Николаевна, в процессе вот этого времени вынужденной самоизоляции изменилось ли поведение подростков? Потому что мы затронули тему самовольного ухода. А когда подросток или ребенок самовольно уходит, уходит из дома, он становится либо объектом преступления, о чем мы говорим, либо сам совершает преступление. Стало ли больше краж? Может быть, детям не хватает на еду, они вынуждены идти на воровство? Ну, вообще, я хочу сказать, что в текущем году количество совершенных несовершеннолетними противоправных деяний увеличилось. Мы наблюдаем рост. До этого у нас бы не было зарегистрировано ни одного факта, когда бы ребенок совершал преступление из-за социального неблагополучия. То есть, в основном, цель совершения преступления, а большая часть преступления — это кражи, которые совершаются подростками, — это получение личной выгоды, приобретение материальных средств, которые он мог потратить на свои личные нужды. Это погулять, сходить в какой-то кафе, купить какие-то атрибуты, присущие молодежи на данный день. Не было буквально до поры до времени. Сегодня я могу привести пример, когда преступление нашими малолетними детьми было совершено именно вот по этой причине. Да. Трое подростков совершили кражу металла, продали его, получили деньги. Один подросток, не достиг он 14-летнего возраста, не является субъектом уголовного преследования. Один подросток, вырученные деньги, все отдал родителям своим. Да что вы. Другой мальчик на данные деньги купил себе обувь. Стали разбираться. Дети живут в семьях, ну, я бы сказала, с бедственным положением. У одного мальчика семья многодетная, пять детей. Мама не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком. Отчим тоже остался без работы. И у другого мальчика практически такая же ситуация. Мама в отпуске по уходу за ребенком, и отчим не работает. То есть это же мэрия им делала социальное преступление. Ну, вот, вся эта ситуация привела к тому, что, ну, нечего есть, наверное. Когда не зенит... Это вот впервые, да? Это впервые, впервые. За последние... Это какой-то район Тверской области или это Тверь? Нет, это район Тверской области. Да, это район Тверской области. Это не областной центр. На протяжении последних лет фактов вот именно преступлений по этой причине не было. Уважаемые друзья, но если видно, ведь по бедственной положении семьи, или достаточно много таких семей видно, местным властям, или кому-то, кто в силах помочь, в этой ситуации что-то надо делать? Ну, в этой ситуации уже подготовлено... И это будет как саженая кома? Ну, в этой ситуации уже подготовлено информация, я думаю, она уже даже направлена в органы социальной защиты, чтобы оказали меры социальной поддержки данным семьям. Потому что, действительно, ситуация такая очень неприглядная. И вы знаете, мне кажется, в данной ситуации школа, школа должна быть как индикатором, потому что дети большую часть проводят в школе. И вот здесь ответственность, я считаю, что... Ну, это да, конечно, да. И некоторые преступления могли бы предотвратиться. В том числе и нерводуши родителей. Вот у нас в школе взорвали унитаз, понимаете? Да. Директор почему-то опять не захотел обсуждать эти проблемы, понимаете? Ведь могли бы пострадать дети, совершенно которые к этому отношению не имеют. И опять я ставил вопрос, а чем заняты-то ребята? Тут вопрос-то решается, и просто, и сложно. Но нужно просто ребят занять, направить их энергию в нужную русло творчества. Здесь мы говорим немножко о другом. Вообще все мы и образование, и соцзащита, и территориальные органы, они работают в тесном взаимодействии. Естественно, сейчас, в тех условиях, в которых мы оказались, ситуация несколько обострилась. Возможно, не случись то, что сейчас у нас происходит, пандемия, режим повышенной готовности. Родители бы работали, главы семей, отчимы получали бы, зарабатывали деньги. Ситуация не была бы такой плачевной. Стечение обстоятельств, которые повлекли и явились следствием и причиной совершения преступления именно такого характера. Почему я говорю, что выросло количество обращений, направленных на получение мер социальной поддержки? Людям действительно тяжело жить. И в тех случаях, когда работу теряют, с чем мы, например, сталкиваемся? Когда объясняют, что необходимо обратиться для постановки на учет в центре занятости, очень многие люди отказываются это делать по необъяснимым причинам. Говорят, мы там работаем неофициально и так далее, доход мы подтвердить не можем, стоять на бирже мы не будем. Хотя это является в том числе способом получения государственной поддержки, которая доступна вполне. Поэтому здесь надо, конечно, эту ситуацию все в комплексе рассматривать и понимать, что в том числе родители несут ответственность за те действия либо бездействия, которые он в том числе совершает в отношении своих детей. Если государство сейчас огромный пакет мер поддержки предложил для совершенно разных категорий, то нужно просто им воспользоваться. Причем это доступно дистанционно. Я как родитель хочу здесь добавить еще один интересный момент. К сожалению, у нас разделили несовершеннолетних детей до 16 лет и после. Понимаете, это те же самые несовершенные летние дети. Вот мой 17-летний сын сейчас готовится к ЕГЭ, ему также нужно покупать и одежду, и питание. Ты имеешь в виду по поддержке? И вот как раз он, вот смен наш обратился к президенту о том, чтобы все-таки исправить эту ситуацию, найти возможность как-то. Но, к сожалению, ответа сейчас мы до сих пор не получили. Потому что я не вижу разницы между 15-летним ребенком и мы 17-летним. Многие родители многодетные говорят, что мы получаем в сумме до 100 тысяч рублей, но нам деньги пока эти не нужны, мы их потом возьмем. Вот видите, в данной ситуации родителям деньги не нужны, а тут бывает, что мать воспитывает одна ребенка, да, 17-летнего, или 16-летнего и даже 10 тысяч, которые бы очень были бы кстати адресны. Да сейчас, мне кажется, любая копейка, она пойдет в дело, она очень важна. Да, и здесь не надо говорить, самое интересное, не надо делить совершенно 18-летний возраст, это все равно все-таки опека родителей и родители, которые сейчас остались без работы, многие, сокращение зарплат произошло, сокращение производства, ситуация действительно очень тяжелая, понимаете, и у предпринимателей, вот у всех у нас попали в большую беду, и как мы будем выходить, вот здесь хотелось бы почувствовать, это сам факт поддержки очень важен, понимаете, что нас слышат родители. Да, государство оказывает большие меры. Мне было очень приятно, что все-таки омбудсмен все-таки обратился, как говорится, не побоялся обратиться с этим вопросом к президенту, понимаете, и все-таки вот мы с надеждой ждем все-таки, что на это обращение будет положительный ответ. Анна Николаевна, по характеру преступности еще несколько слов, а много ли сейчас подростков состоит на учете по делам несовершеннолетних, и что сейчас в этой ситуации значит состоять на учете, как ощущают себя в этой ситуации родители и повлиять на дальнейшую судьбу ребенка? Этот факт в биографии? Ну, у нас примерно на учете состоит 1800 человек. По области? По области. Это много, мало относительно того, что может быть по сравнению с прошлыми годами? С прошлыми годами это меньше, это меньше. Я могу вспомнить периоды, когда я работала инспектором по делам несовершеннолетних, у меня на учете было порядка 35-40 человек. А сейчас на одного инспектора ПДН по области, по нашему региону, в среднем приходится 18 подростков, 18 несовершеннолетних правонарушителей. Подростки разные, из хороших, из плохих семей, благополучных, неблагополучных, разные совершают противоправные деяния. Есть и преступления, есть те подростки, которые совершают противоправные деяния, они нацелены на их совершение, у них есть четкая направленность, то есть они неоднократно совершают постоянно, с ними мы проводим больше работу, разную работу. Есть дети, которые по случайности попали и совершили эти преступления. Многие дети и совершенные имя деяния, они характеризуются тем, что просто дети не осознают последствия совершенных им пронарушений, не задумываются об этом. Все это приводит в любом случае к привлечению к административной либо уголовной ответственности. Задумывался, не задумывался. В данном случае сейчас мы стали обращать больше внимания на роль родителей в воспитании своих детей, как они им разъясняли, как они им объясняли, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что зачастую преступления совершаются в позднее, иногда и в ночное время, когда ребенок должен находиться дома под контролем, под присмотром родителей. Вопрос спрашивается, где ты был? И вопрос те же самые деньги. А откуда деньги? Если ребенок принес эти деньги? Речь идет о том, что не только способ зарабатывания денег, потому что то, что Анна Николаевна говорит, действительно, иной раз просто по недомыслию какому-то совершается. Например, взял покататься на велосипед у какого-то там соседа, условно говоря, и не вернул. Не вернул. И он не знает, что это кража. Да, это кража. Или там они с пацанами решили, что очень круто будет, например, лампочки пошибать камнями. Кто быстрее попадет и кто точнее попадет. Тоже, значит, замечательно. Пошибали по всей улице лампочки. На минуточку это тоже правонарушение. Дохода? Никакого. Один убыток. Но им было весело, и последствия свои, конечно же, вот этих действий, они не просчитывают. И таких вот правонарушений огромное количество. То есть родители не договаривают, наверное, какие-то вот рамки дозволенного, когда дети гуляют на улице, и что можно, что нельзя. А дети тоже не понимают. Несмотря на то, что они проходят, у нас там основы, право в рамках курса обществоведения в школах и административную ответственность в том числе проходят. И раз разговариваешь, ну ты же проходил этот пример, ты же знаешь. Но я никогда не думала, что это будет относиться ко мне. Дети, которые уже достигли возраста такого более старшего, подросткового, они часто попадают в ситуации, например, незаконного заработка. И за это попадают у нас тоже, в том числе, и места лишения свободы. Незаконный заработок это то, что сейчас очень актуально, те же самые закладки наркотические. Мы говорили, что часто дети попадают. При этом мы сталкиваемся с тем, что раньше просто нанимали курьеров с большими там доходами, с обещанием больших доходов. Сейчас уже хитрости есть какие. И нанимают, например, фотографов. То есть фотограф, ты должен сфотографировать место, а дальше потом уже разматывается клубок, что же за место ты должен сфотографировать. И подросток, ну, не скушен, конечно, в таких вещах, он не понимает, чем это может ему грозить. Ну, сфотографировал, ну, там мало ли, что там сфотографировал. Вот. Поэтому, конечно, нужно и ребятам надо разъяснять, и родителям, самое главное, тоже самим интересоваться, что же происходит, в том числе и на рынке труда, и в системе там права и ответственности, и самим осознавать, и детям доносить. наказаниями, штрафами, здесь, это не самая, вот моя точка зрения, главное, опять же, мы возвращаемся, задавать вопрос, чем заняты наши дети, понимаете? Мы взрослые, я имею в виду и институт государственный, и родители, это наша совместная забота, понимаете? Чтобы мы все задавали вопросы, чем заняты наши дети, как только мы найдем интересные занятия для нашего конкретного ребенка, понимаете, это руководители учебных заведений, да? Вот, когда мы ответим на это вопрос, чем наши дети, и займем их этими занятиями, можно в Кванториум, тоже там бесплатно у нас сейчас готовится очень хорошее, интересное занятие программы, значит, компьютерные, цифровые технологии, которые с будущего из-за нашего производства, это высокопроизводственное производство и качественные продукции, понимаете? Вот сын мой старший сейчас работает инженером, конструктивным бюджетом, они проектируют цех, в котором будут работать три человека, понимаете? Это производительность Это уже, да, на всем отдельные программы, я поняла ваши проблемы. У нас специалистов-то нет у нас сейчас, понимаете? Беда-то вот сейчас, они по всей стране специалистов, начальники ищут, чтобы, только секунды, конца эфира, значит, ваши пожелания, занятость детей, контроль, да, Надежда Геннадьевна, ваши пожелания и куда можно обратиться, кто захочет, к вам у вас существует ряд электронных ресурсов? Ну, да, во-первых, это телефон доверия, да, он у нас действует постоянно, круглосуточно, то есть любые обращения можно на него направить, это 50, 42, 89, кроме того, горячие линии, которые сейчас мы участили, да, то есть два раза в неделю, мы постоянно размещаем это в СМИ, можно тоже обратиться с любыми, за любыми консультациями с учетом пандемии, да, и невозможности проведения личного приема. Ну, а пожелание только одно, чтобы каждый, особенно родитель, помнил о своих обязанностях, да, вспоминал о них не только, когда к ним пришел судебный пристав, но и помнил о том, об этом всегда, да, и о детях вспоминал не только 1 июня. Анна Николаевна, буквально несколько слов. Ну, я хотела бы обратиться ко всем родителям и сказать, любите своих детей, больше с ними разговаривайте, и тогда все у нас будет хорошо. Лариса Анатольевна. Я хочу всех поздравить с успешным окончанием учебного года, завершением учебного года. Вот такое необычное окончание на самом году получилось. И год был необычный, и завершение необычное, и выпускные необычные, и сдача экзаменов предстоит тоже не совсем в таком формате приемлемом уже для нас обычном. Я хочу всем выпускникам пожелать успешного сдачи всех экзаменов и поступления туда, куда они хотят, получения профессий и достижения всех целей, которые они перед собой ставят. Спасибо огромное. Несмотря ни на что, уважаемые друзья, жизнь прекрасна и удивительна. Будьте здоровы. Спасибо вам за участие в эфире. До свидания. Спасибо. Спасибо.